Привет, друзья! Согласитесь, находить что-то всегда приятно, но находки бывают не только приятные, но и дорогие. Сегодня будет 99% находок моих подписчиков, а это значит, что вы увидите это впервые. Так, Димон, маленький видос для тебя. Возле деревни Карпиловка. Там во время Второй мировой было большое окружение немецких войск. И видно, немецкий солдат просто все сорвал с себя, прикопал и пошел сдаваться. Первый штурмовой знак гнял, видно, не спеша. Об этом говорит наличие иглы, а все остальное в спешке. Железный крест, шпангу за ближний бой и спортивный знак ДРЛ просто сорвал, так как нет игл, спешил. Это первая подобная находка поисковика, и он решил ее оставить себе. А вот так вот поисковик Максим копал в Житомирской области. В тот день находок было немного и ничего интересного. Поймал сигнал и с глубины где-то штыка поднял такую штуку. Сразу и не понял, что оно такое, потому что находка свалилась в яму. Да, копал с недорогим прибором Фортуна М3. Когда взял в руки, то понял, что вещь тяжелая. Это был орел, в голове пролетела кокарда. Ну это логично, я бы тоже так подумал. Ну а что это еще может быть? Конечно же кокарда. Но помните, находка тяжелая. Такое просто на голове носить неудобно. Голова потом и шея будут болеть просто по колено от веса. Потом парень рассмотрел над коронами орла, как бы ушко, зацеп. Значит эту находку носили как кресть, на цепочке, ну или как-то так. Выходит точно не на голове. Это не кокарда, это какой-то знак. Но что за знак парень не знает. Но самое главное, обещал находку прислать мне. Зачем? Ну чтобы я вам показал. Разберемся, что оно такое и попробуем продать. И посмотрим, за сколько реально можно продать такую находку. И насколько действительно повезло поисковику. Вот посмотрите, какую интересную монетку нашел парень в Винницкой области. Да, нашел при ремонте окна в сельсовете. Там было очень старое здание. И одна из найденных монет имеет вот такой вот надчекан. Что это такое? Так вот видите, как бы клеймо в виде небольшой цифры 7. Да, разные надчеканы лично я видел на талерах. Но вот на подобных царских монетах вижу впервые. Что это значит? Ну в нашем случае как бы редкость. А значит стоит денег. Да, конечно было много разговоров о том, что парень пошел в гараж. Взял просто какую-то жвезяку. Трах-бабах. И вот получилось. Но после обсуждения, кучи фотографий, монетку признали подлинной. И в таком вот виде старый подоконник принес человеку почти 200 долларов. Понимаете, кто-то скажет, так не миллион. Это да, но обычная стоит примерно 20-30 долларов. Так что друзья, возьмите монтировочку и пойдите проверьте старые подоконники у себя в сельсовете. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok